всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале 22 марта 2021 начинается чемпионат мира по фигурному катанию он пройдет в этом году в стокгольме и естественно меня как и остальных болельщиков фигурного катания очень интересуют спортсмены но сегодня я рассмотрю пару ивана букин и александра степанова конечно вы все о них знаете сейчас вы перед собой видите натальную карту александра степановой и что про нее можно сказать она девушка довольно артистичная у нее в знаке зодиака лиф находится целых две планеты это венера и ее солнце и естественно они указывают на то что человека очень хочется блистать юпитер который находится в стрельце он указывает на то что человек хочет быть известным хочет быть артистичным и всем своим артистином пользуется показывает его проявляет его ярко на публике и очень нравится находиться на публике что само собой разумеется она почти артист к бить быть фигуристка и при этом не быть артисткой ну это не бывает так не бывает конечно их учат артистизму знаки зодиака рыбы у нее находится сатурн сатурн ретроградный прочим как и некоторые другие планеты так вот этот сатурн находясь в рыбах он несколько устаканивает он берет и укладывают музыку и все остальное что нельзя потрогать руками в некий каркас и получается такой очень стабильный серьезный музыкальный задел то есть человек естественно делает свой а сатурн указывает на карьеру человек делает свою карьеру в некой в некой сфере где нужно уложить все творческое все непонятное в некий каркас в некую коробку если так можно сказать у нее меркурий находится в знаке зодиака дева к сожалению этот меркурий не имеет никакой другой поддержки от каких бы то ни было планет не квадратур здесь нет мажорных да не положительных там секстиль и тринов и так далее и этот меркурий сам по себе ну что можно сказать просто что довольно сложно этому человеку заниматься интеллектуальной деятельностью и развивать свою мелкую моторику пальцев так было пока александра не занялась фигурным катанием а что такое координация движения да и наши конечности это же тоже меркурий и представляете насколько человек у которого не было изначально при рождении никакой помощи но и никакой помехи она вот развила себя свое тело свою моторику настолько что мы теперь все просто любуемся у александры марс находится в знаке зодиака весы конечно марс ответственен за всех спортсменов в мире которых мы только знаем и марс этот в весах он вообще положение не очень хорошо для марса но в случае человека творческого то который еще танцует марс это проявление красоты венерианского такого характера марс он здесь мягкий он здесь несколько вальяжные он здесь плавный конечно ему по большому счету не место в весах но посмотрите как прекрасно этим своим марсом пользуется александра мы все на нее просто заглядываемся она мягкая она красивая она пластичная и мы очень серьезно ее любуемся если говорить о карьере александра степановой то она складывается у нее просто ну очень великолепно и всегда здесь будет помощь в ее карьере потому что сатурн уран нептун плутон у нее в довольно хорошей такой связке но все три планеты кроме плутона они ретроградные вот опять до известный человек и чем больше он добивается тем больше у него в натальной карте ретроградных планет здесь есть небольшое отступление тоже не самое приятное у александры оппозиция к ее луне луна находится при этом знаке зодиака близнецы но она такая девушка она легко может передвигаться по планете и в общем-то довольно легко куда-то переехать у нее внутренняя заточка такая на большие амбиции она очень амбициозный человек внутренне да и судя по положению планет в огненных знаках конечно амбиции у нее будь здоров и вот эта позиция она несколько мешает александре быть в спокойном состоянии у нее не в общем-то никогда не будет удовлетворения тех мест которые она зарабатывает она пьедестала она конечно же имеет все шансы кроме того неприятности у нее в гороскопе связи с соединением венеры и солнца это само по себе уже говорит о сожжение венера лучше всего сожжение переносит меркурий меркурий венера сожжение переносит не очень хорошо и здесь квадратура от плутона к сожалению часто указывает на неприятности в сфере партнерских отношений подруги и друзья открытые враги и так далее здесь конечно в жизни ей достаточно сложно придется сейчас я бы хотела проговорить об ее партнере кто такой иван букин давайте на него посмотрим и так иван букин его солнце находится в знаке зодиака дева здесь у александра простите у ивана есть такое соединение как луна и солнце а это значит что у папы и мамы ивана при его рождении были очень хорошие взаимоотношения у них был любовь далат и они друг друга очень ценили диспозитор и луны и солнца находится в весах ничего себе то есть уже огромное такое указание на то что между ними двумя любовь между его родителями довольно хорошее такое взаимоотношение его солнце и луны с плутоном указывает на то что он довольно сильный и серьезный спортсмен здесь у него венера находится в знаке зодиака лев у венеры к сожалению тоже как и александр есть неприятные квадратура от плутона венера в общем то здесь такой неприятной конфигурации называется то у квадрат венеры еще есть оппозиция от сатурна и получается что но не очень он гармоничный в жизни ему к сожалению тоже придется часто расставаться со своими партнершами с женщинами которых он полюбит с супругами здесь конечно у него и будет не все гладко в жизни вот с огромным сожалению марс его находится в знаке зодиака тоже весы и посмотрите до соединение с таким с такой планеты как юпитер и с квадратурой таких планет как уран и нептун то есть у него здесь конкретный зажим у него здесь много энергии для выплеска здесь у него такой моторчик который он не может остановить он если начинает тренировки его наверное потом просто остановить очень сложно вот он здесь но очень очень напористый я бы даже сказала где-то жесткий вот но с другой стороны у того же юпитера и у того же марса есть такая поддержка как от сатурна сатурн планета которая отвечает за наш каркас и в том числе за карьеру человека то есть вот пожалуйста карьера в спорте да в каком спорте а в красивом спорте марс находится в знаке зодиака весы а там где надо себя проявлять красиво там где надо уметь танцевать там где надо уметь быть пластичным и так далее но сейчас я очень хочу посмотреть как же их карты накладываются друг на друга ведь очень многих интересует вообще александра и иван они партнеры в жизни они могут вообще в жизни между собой составить пару вообще если честно я знаю что иван и александра давали интервью где свое время александра рассказывала что да иван ей нравится но в тот момент когда он ей нравился она ему было неинтересно потом ивана проснулись к чувства к александре и он вроде как даже цветы ей подарил но в тот момент александре он уже был неинтересен и таким образом они нравились друг другу но по времени их чувства не совпадали и сейчас они просто партнеры они просто катаются вместе но вот при наложении этих двоих карт меня получилось что марс ивана и марс александра они находятся в знаке зодиака весы то есть они в соединении а иван при этом вот нижняя карта это карта ивана иван при этом дает очень серьезную поддержку александре в плане резонанса в плане известности в спортивном мире где до спорт это ура это марс то есть спортивном мире и получается что александр имеет большой резонанс большую серьезную поддержку от ивана когда они катаются никогда не танцуют вместе да когда они проявляют свое физическое тело как красиво как красивые плавные движения а посмотрите на венеру александра и венеру ивана посмотрите они же тоже в соединении но то есть этих двоих явно есть на такие намеки на то что они вообще могут да они могут быть вместе но вот к сожалению обоих в карте у этих венер есть квадратура от плутона а в случае с иваном еще и оппозиция то есть здесь они даже если когда-то будут вместе придет момент им придется расстаться не самым лучшим образом то есть я бы им не рекомендовала даже быть вместе да они от сейчас откатаются они сделают себе карьеру они получат все первые места которые о которых только можно мечтать я им этого желаю дальше ну я вот рекомендовала бы все таки разбегаться потому что посмотрите на планеты верхнего ряда да это дальние уран нептун соединение как у одного так и у другого эти уран нептун не самым приятным образом сочетаются с планетами в знаке зодиака весы у обоих к сожалению это квадратура не самым лучшим образом конечно это скажется на взаимоотношениях пары на личных взаимоотношениях пары когда пока они пара спортивная пока все в порядке но не рекомендовала бы им конечно хотя хотя намеков очень очень хороших таких на серьезные отношения много но что говорить серьезное отношение у них уже есть люди которые катаются вместе и занимают первые места до занимает пьедестал почета на самых престижных спортивных соревнованиях о чем-то это говорит естественно просто так эту пару не могли поставить вместе конечно всегда рассматривают но каким-то образом чудесно получается что люди которые становятся в пару они вот таким образом совпадают то есть мне здесь радостно даже астролог не нужен что по поводу луны потому что луна в личных отношениях она тоже огромную роль играет то у букина она находится в знаке зодиака дева а у степановой извините она находится в знаке зодиака весы и близнецы и здесь к сожалению у них ну не то чтобы квадратура дано совершенно разная стихийная ситуация то есть по стихиям они не совпадают иван чувствует иначе чем александра александра чувствует иначе чем иван а так если бы они совпали было бы конечно здорово ну и посмотрите пожалуйста на их сатурны то есть у ивана сатурн бьет в общем-то луну александры а здесь у них у обоих квадратура замыкается тау квадратом и на вершине находится плутон то есть это однозначно намеки на к сожалению разрыв до взаимоотношений личных взаимоотношений но здесь посмотрите как неплохо складывается сатурн у самой александры этот сатурн делает очень хорошие такой привет по отношению к урану нептуну ее партнерок урана нептуну своей карты получается что и урана нептуна не отвечают за какие-то революционные действия инновационные инноваторские действия например фигурном катании да потому что мы говорим о спортсменах и их карьере то есть александра делает такой реверанс в сторону карьеры как своей так и ивана то есть своим сатурном она помогает как себе так и своему партнеру но вот по поводу того выиграют ли они займут ли они первое место на чемпионате мира 2021 стокгольме я к сожалению говорить не могу потому что у меня нет натальных карт их соперников и честно говоря анализировать натальные карты всех их соперников у меня просто нет времени но это правда это занимает довольно много времени к сожалению я не всегда готова отвечать на подобные вопросы я работаю одна мне никто не помогает мне нет команды астрологов за плечами кто мог бы мне сделать такой анализ все анализы приходится делать мне самой нот я выкладываю то что вижу и желаю этим людям счастья здоровья побед ставьте мне лайки подписывайтесь на мой канал я за звездный позитив